Канал ТОП ГОЛ представляет результаты 36-го тура чемпионата Италии и пятерку команд расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Аталанта. Бергамо героем матча стал полузащитник хозяев поля Шарль де Кетеларе. Арендованный у Милана Бельгийц в течение двух минут первого тайма разрушил оборону Ромы. Прямого конкурента Аталанты в споре за пятую строчку серии А. 2-1. Четвертое место. Ювентус. На то, чтобы отыграть пропущенные от слабейшей команды чемпионата Италии Салернитаны ГОЛ, у туринцев ушло больше часа. Спасителем гранда европейского футбола от унизительного поражения стал Адриен Рабьо, когда игровое время подходило к завершению. 1-1. Третье место. Болонья. Команда Тиагу Мотте поживилась очками за счет прошлогоднего итальянского чемпиона. Наполи не справился со стартовым волнением и получил два гола от Дэна Ндоя и Штефана Поша. Вернуть неаполитанцев в игру попробовал Матео Политано, но из этого ничего не вышло. 2-0. Второе место. Милан. Находящемуся в шаге от зоны вылета к Альери крепко досталось. Исмаэль Бенассер отрыл счет до перерыва, а во втором тайме голы посыпались как из рога изобилия. Забил Кристиан Пулешич. Следом ворота гостей прилетела от Тиджани Райндерса, а вскоре и от Рафаэла Лиау. Напоследок американец Пулешич добился еще одного пересечения мячом линии ворот соперника. 5-1. Первое место. Интер. Чемпионский коллектив Симона Инзаги по схожему сценарию выступил на стадионе Бенито Стирпе. В первом тайме местный Фразионе пропустил только гол от Давида Фроттези. Зато во второй половине встречи по очереди отличились Марко Арнаутович, Таджон Бьюкинен, в обязательном порядке Лаутара Мартинос и продолжатель славной фамилии Тюрам Маркус. 5-0. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше. Продолжение следует...